Итак, друзья мои, благодаря первой части данного мастер-класса у нас с вами получилась вот такая вот оплетенная револька красивая. И сейчас мы с вами приступаем к второй части данного мастер-класса. В этой части мы будем плести с вот этих вот двух цветов бисера, а именно черного и бежевого. Черный это цвет основания, который у нас будет. Если вы используете как цвет основания белый, тогда вам необходимо взять белый. Итак, на иголочку набираем одну черную бисеринку, подтягиваем ее ближе к началу нашей работы и завязываем узелочек. Вот так вот. Дальше набираем еще пять бисеринок черного цвета. Раз, два, три, четыре, пять. И две бисеринки бежевых. Вот они. И подтягиваем их тоже ближе к основанию нашей работы. После чего пропускаем три бисеринки, две бежевых и одну черную. И через четвертую по направлению вниз мы с вами проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше набираем одну черную. Проходим иголочкой через вот эту вот, через одну бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше, опять же набираем одну черную и проходим иголочкой через так называемую нашу узелковую бисеринку. Прошли иголочкой по направлению вниз, подтянули ниточку. Дальше набираем одну бежевую и проходим иголочкой по направлению кверху. Вот что у нас получается. Дальше набираем одну черную, проходим иголочкой через следующую, которая у нас торчит, черненькая. Подтягиваем. Снова набираем одну черную, проходим иголочкой через следующую, которая у нас торчит. Подтянули. Дальше набираем одну черную, две бежевых и одну черную. Подтягиваем их ближе к основанию работы Пропускаем три бисеринки через четвертую, а именно вот эту черную Проходим иголочкой по направлению вниз Подтягиваем Дальше набираем одну черную Проходим иголочкой через следующую черную, которая торчит Подтягиваем Снова набираем одну черную Проходим иголочкой через следующую черную Вот мы дошли до конца ряда Дальше мы набираем одну бежевую и поднимаемся вверх Подтягиваем Опять набираем черную Проходим иголочкой через черную Снова набираем одну черную Проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку Подтягиваем Ай, ниточка у меня запуталась немножечко. Вот так вот подтянули. Далее опять набираем одну черную, две бисеринки бежевых и одну черную. Подтягиваем ближе к основанию работы, пропускаем три бисеринки и через вот эту четвертую черную по направлению вниз проходим иголочкой. Подтягиваем. Снова опускаемся вниз, набрав одну черную и пройдя иголочкой через следующую черную, которая у нас торчит. Снова набираем одну черную, проходим иголочкой через вот эту последнюю черную в этом ряду. Подтягиваем. Дальше набираем одну бежевую, проходим иголочкой по направлению кверху. Вот так вот. Так, мы с вами продолжаем до того момента, пока вот тут вот у нас не будет 11 бисеринок бежевых. После этого, как у нас тут образуется 11 бисеринок, сейчас их три, мы с вами будем делать сам угол и переходить на спад. Продолжайте самостоятельно. Следующий этап мы с вами снова делаем вместе. Смотрите, друзья, мы подошли к тому моменту, когда у нас вот тут вот уже есть 11 бисеринок. Дальше мы вышли опять с вот этой бисеринки. И сейчас мы бы должны были идти вниз, тоже набирая одну бисеринку. Но в данном случае мы набираем их две. Одну бежевую, а одну черную. И проходим иголочкой, смотрите, через вот эту черную бисеринку. И у нас получается вот такая вот интересная штука. Дальше набираем одну черную. Проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку. Снова набираем одну черную, проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку. После чего подтягиваем, набираем 1 бисеринку черную и 3 бисеринки бежевого цвета, вот они у нас. Подтягиваем ближе к работе, пропускаем 3 бежевых и через черную возвращаемся обратно. Подтягиваем, вот что получается. Дальше набираем 1 черную, проходим иголочкой через следующую черную по направлению вниз. Снова набираем 1 черную, проходим через следующую. Опять набираем 1 черную, проходим иголочкой через вот эту боковую черную бисеринку. Подтягиваем. После чего набираем опять 1 бежевую и 1 черную. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку черную по направлению вниз. Дальше набираем 1 черную, проходим иголочкой через следующую черную Снова набираем 1 черную, проходим иголочкой через вот эту следующую черную бисеринку Дальше набираем 2 бисеринки бежевых и проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку Подтягиваем Снова набираем черную, проходим иголочкой через следующую черную Опять набираем одну черную, проходим иголочкой через следующую Дальше набираем две бисеринки черных и одну бежевую Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первых две, то бишь бежевую и черную И через последнюю черную проходим иголочкой, подтягивая нить Вот что у нас получается Набираем опять одну черную, проходим иголочкой через следующую черную Снова набираем одну черную, проходим иголочкой через следующую После чего набираем две бисеринки бежевых и возвращаемся обратно Дальше опять набираем одну иголочкой через следующую черную Снова набираем одну черную, проходим иголочкой через следующую черную Дальше, как мы это уже с вами делали, мы набираем 2 черных и 1 бежевую, подтягиваем их ближе к началу работы и проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку, подтягиваем. Дальше, по 1 бисеринке мы направляемся вверх, 1 черная, опять 1 черная, после чего, как мы это уже, опять же повторю, сделали, набираем 2 бежевых и опускаемся вниз. Так мы с вами продолжаем до того момента, пока вот тут вот у нас не будет опять же таки 11 бисеринок, так как с этой стороны, так же и с этой. Продолжайте самостоятельно и следующий этап мы снова делаем вместе. Итак, друзья, вот мы с вами дошли до конца ряда и мы должны завершить работу с одного края. Мы проходим иголочкой через вот эти вот бисеринки, далее проходим через вот эту бисеринку, таким образом мы заделываем нить. Но эту нить нам нужно заделать очень хорошо, так, чтобы она у нас точно никуда не выпрыгнула, так как вот этот элемент мы с вами еще будем доделывать в дальнейшем. Вот так вот проходим иголочкой и теперь опускаемся вниз далеко-далеко-далеко. Вот так вот что у нас получается. Еще можем опуститься ниже, но помним при этом мы не перепрыгиваем ни через одну бисеринку. Мы очень-очень внимательно проходим иголочкой через каждую-каждую-каждую из них. Только по ходу натяжения нити. Вот так. После чего этот край ниточки мы сможем спокойно обрезать. Эта ниточка нам уже не нужна. Вот смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такая вот галочка-птичка. С вот этой вот стороны, я вам вначале не сказала, мы должны оставить ниточку сантиметров 15. Для чего это нужно? В дальнейшем мы с вами будем сшивать эти элементы между собой именно при помощи вот этой вот ниточки. Сейчас у нас с вами получилась одна вот такая вот птичка. Всего их должно быть 5 штук. Так как у нас 5 лепесточков в нашем, 5 вот этих вот закрученных элементов в нашем готовом цветочке. Так что, друзья мои, мы с вами продолжаем работу еще над 4 вот этими вот галочками самостоятельно. И следующий этап работы мы с вами, как обычно, будем продолжать уже вместе. До встречи в следующей части данного мастер-класса.